Всем привет и добро пожаловать! Сегодня у нас на обзоре Mazda 6 2014 года выпуска. Но перед тем как начать, я бы хотел выразить отдельную благодарность автосалону Rolf Hymke, расположенному на Ленинградском шоссе в городе Hymke, за предоставленный автомобиль и возможность проведения съемок. Mazda 6 третьего поколения дебютировала на московском международном автомобильном салоне осенью 2012 года. Комплектуется автомобиль двигателями 2 и 2,5 литра. Привод передний, коробки передач, механическая шестиступенчатая и шестиступенчатый автомат. Ну, по традиции с чего мы начнем? Заведем, пусть работает. Автомобиль оборудован системой бесключевого запуска. То есть открываю я ее с брелока. Открыт. Можно также воспользоваться кнопкой на двери. Один раз пикнул. Автомобиль закрыт. Два раза. Автомобиль открыт. Как вы видели, ключи я не доставал, ничего не открывал. Снаружи у нас глубокий, приятный красный цвет. Вот внутри черная кожа. Последний отверстие у нас глубокий, llevar на недель вот так вот η вода. Автомобиль Sobobиль... Давай-ка! Словно, вот siècleulu Mako! Два раза. Два раза. Это везде. Два раза. Конец. Два раза. Продовед pointed. Капертикув. автомобиль оборудован без ключевым доступом а также без ключевой системой запуска для того чтобы завести автомобиль необходимо просто нажать на тормоз и нажать кнопку запуска совсем не слышно как работает двигатель что включим фары противотуманки задние противотуманки здесь аварийку и посмотрим посмотрим автомобиль снаружи автомобиль пищит о том что я вышел с ключом машина заведена осталась на данный экземпляр установлены дневные ходовые огни биксеноновые фары противотуманки легкосплавные колесные диски с колесами с шинами размерности 255 55 на 17 в зеркалах есть повторители поворотников в зеркалах есть повторители поворотников ну а вот ну а вот ну а вот по праву нет впереди тоже нет но я думаю это легко до устанавливается при покупке давайте заглянем под капот двигатель данного автомобиля представляет собой рядную четверку объемом 2 с половиной литра и мощностью 192 лошадиные силы крутящий момент 256 ньютон-метров максимальная скорость 223 километра в час разгон до сотни за 7,8 секунды расход в городе 8 и 7 за городом 5,2 литра на 100 километров что же самое время послушать как она звучит реку давайте выключить но пройдемся по интерьеру теперь руль с кожаной отделкой с электроусилителем наплывами для удобного хвата по трассе удобно трехспицевой с алюминиевой вставкой на нижней спице центральной по центру расположен дисплей аудиосистемы сейчас наверное против солнца не видно что там написано я честно говоря сам не особо хорошо вижу давайте разберемся в настройках возможно скорее всего возможно увеличить яркость настройки можно делать дисплея и системы как здесь кнопочка с этап кнопочки перемотки песен настройки радио здесь переходы между радио телефоном и навигацией также вытащить диск внизу громкости включения включения радио также все настройки и функции доступны через центральный джойстик его можно нажимать крутить наклонять влево вправо вверх вниз также вокруг него сосредоточены все те же самые кнопки телефон настройка назад дублируется назад для пассажира и водителя навигации и аудио пойдемте в настройки так на дисплее ничего не видно но постараемся значит после нескольких манипуляций я сделал максимально яркость максимальную яркость и контрастность контрастность на дисплее но все равно чтобы что-то увидеть приходится всматриваться кстати дисплей сенсорный можно управлять нажимая на него нажимая на клавиши как я показал внизу на джойстике либо используя клавиши вокруг магнитола ниже у нас два воздуховода между ними аварика как я уже показывал под ними дисплей за темным стеклом который против солнца опять же плохо видно на дисплее отображаются часы настройки кнопочки настройки часов ниже расположено управление климатом привычные три крутилки двухзонный климат контроль для пассажира и водителя захват воздуха из вне рециркуляция регулировка направлений давайте же мы его включим вся информация отображается на центральном дисплее на дисплее выше температуру регулируем направление потоков в обратную сторону подогрев заднего стекла подогрев переднего стекла подогрев переднего стекла в данном случае означает направлений всех потоков максимально теплых потоков е сухих на стекло чтобы она быстрее отп 71 и включение выключение кондиционера Ниже расположены кнопки подогрев сидения водителя и пассажира Трехступенчатый подогрев Он может быть жаркий, очень жаркий или очень-очень жаркий Ниже расположена емкость для мелочей Также выход энергии Коробка передач на данном автомобиле шестиступенчатая автоматическая С возможностью ручного переключения Ручник Два подстаканника Далее кожаный подлокотник Съемка для мелочей Также выводом энергии Входом для миниджека и USB Также кожаный Кстати, не обратил внимания в начале обзора, есть красная строчка по сиденью, видите? Не везде, но присутствует Разбавляет черный салон Я не прошелся по левой части Здесь у нас выключение системы стабилизации Кнопка сброса или же задания значений давления в шинах стандартных датчиков, основанных на информации от датчиков USB А также выключение системы AFS На двери сосредоточено управление зеркалами Блокировка открывания окон пассажирами И четыре стеклоподъемника Зеркала автоматически складываются Чтобы их сложить, необходимо повернуть джойстик в верхнее положение Над головой Козырек с зеркалом И держатель для карт И некоторых документов, возможно Выше управление освещением Освещение для водителя, освещение для пассажира Управление же этими двумя лампами Чтобы они всегда горели Зажигались при открывании двери или выключены А также здесь есть очешник Зеркало с автоматическим затемнением Ну что ж, давайте заглушим И пройдемся по остальной части автомобиля Чтобы заглушить автомобиль Также жмем тормоз и нажимаем кнопку старт-стоп Все, автомобиль заглушен Сиденье водителя с электроприводом И двумя режимами памяти Вы можете задать для себя и для второго водителя Сиденье водителя с электроприводом подлокотник с двумя подстаканниками воздуховод для пассажиров емкости никаких нет есть емкость за спинкой водителя также есть у пассажиров индивидуальное освещение есть два способа открыть багажник первый традиционный кнопкой снизу второй способ 2 с ключа зажимаем кнопку и багажник открывается очень вместительный багажник большой по углам расположены емкости для мелочей под полом полноразмерное запасное колесо сверху посмотрите есть раз два это рычаги от откидывания задних сидений нам стоит только за них потянуть а потом в салоне проверить сложилось ли сидение вот сейчас мы это и проверим сиденье не сложилось а если проверим да она полностью сложена и посмотрите какой ровный пол образуется для грузового пространства здесь можно будет перевозить шкафы седине пассажира также с электроприводом как и водительская за исключением того что нет памяти на две пироги антидотерсоны а 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 ну что ж я надеюсь вам понравился обзор оценивайте комментируйте подписывайтесь впереди нас ждет много интересного